Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Посмотрите на это обилие запчастей. Компания «АвтоСтронг-М» бережно привезла их со своих разборок в Европе. Поэтому звоните, пишите нам и помните, что у нас быстрая доставка, отличный сервис и очень вежливые менеджеры. Не откладывайте на завтра то, что можно купить сегодня. Поэтому воспользуйтесь картой рассрочки халва от МТ-банка и картой покупки от Белгазпромбанка. И так как компания «АвтоСтронг» делает все для того, чтобы ваши покупки были максимально удобными, мы сделали кое-что еще. То есть подключили все карты рассрочки, которые работают в Беларуси от ВТБ, от БПС-Сбербанка, от Альфа-Банка и от Приор-Банка. Так что за покупками только в «АвтоСтронг-М»! Помните, что в «АвтоСтронг-М» очень большой выбор коробок передач. В наших прежних разборках мы всегда разбирали механику с маломощных автомобилей. А сегодня мы разберем механику с мощных автомобилей. Итак, встречаем коробку GM F40. Механическая коробка переключения передач Opel F40 – это трехвальная шестиступенчатая коробка переключения передач, которая рассчитана на передачу крутящего момента до 400 Нм. Ее устанавливали на автомобиле Opel с 2004 года, на автомобиле с дизельными двигателями с объемом от 1,6 до 3 литров и с турбобензиновыми двигателями с объемом от 2 литров до 2,8 литров. Коробка F40 применяется только с двухмассовым маховиком. Четвертая передача здесь прямая, то есть передаточное число близко к единице, а пятая и шестая передачи повышающие. Применение коробки F40 началось с Vectra C и Signum и продолжается до сих пор. К примеру, ее ставят на Opel Insignia второго поколения, а на кроссоверах Antara и Captiva эта коробка работает с полным приводом. И у нее большие различия в корпусе под крепление раздаточного редуктора. Помимо автомобилей Opel данную коробку ставили на соплатформенные модели Saab и Buick. Также эта коробка ставилась на Alfa Romeo 156, 159, 166 и также Brera. Также на Fiat Bravo, Lancia Tesis и Lancia Capo с двигателями 1.9 и 2.4 GTD. Коробки F40 отличаются передаточными числами. Всего существует 7 вариантов. Коробки для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей отличаются диапазоном передаточных чисел. Для дизелей диапазон шире, с длинной первой передачей и короткой шестой передачей. Коробки F40 для кроссоверов имеют самую короткую первую передачу, передаточное число 4.1. Похожая ситуация и с передаточными числами дифференциала. У дизелей передаточные числа короткие до 3.3 и даже 3.1. У бензиновых длиннее вплоть до 3.8 и даже 4.1. Конкретный набор передаточных чисел, а также принадлежность коробки к автомобилю либо же к двигателю указаны в последних трех числах индекса коробки после тире. Коробка F40 в целом надежная и беспроблемная и никогда не доставляет хлопот. Но если она ломается, то ломается капитально. Бывают случаи, когда срезают шестерни более высоких передач, то есть 3, 4, 5 на мощных двигателях. Это происходит тогда, когда на них переключаются более высоких передач при разгоне. Разумеется, в этом случае передача пропадает, а зубья срезанные осыпаются на дно коробки, не попадая между целыми шестернями. С 2011 по 2013 год коробку на Opel Astra G OPC частенько меняли по гарантии из-за того, что пропадала вторая передача либо она выбивалась во время движения. Это было вызвано тем, что разрушались синхронизаторы. Считается, что проблемные коробки сошли с конвейера с недостаточным уровнем масла, что и вызвало данную проблему. В редких случаях на коробках F40 наблюдается течь сальника первичного вала и износ подшипника первичного вала. Производитель не регламентирует замену масла в данной коробке, но менять масло надо каждые 50 тысяч километров. Литр джемовского масла оригинального стоит 12 долларов. В эту коробку входит 3,2 литра масла. Слить масло очень просто через вот это сливное отверстие. А вот чтобы его залить на автомобиле, надо снимать аккумулятор и площадку. Проще всего это сделать при помощи лейки с длинной трубкой. Слышите этот звук? Это идет с Серегой. Итак, встречаем и мы начинаем нашу разборочку. Вот это механизм выбора передач. Примерно это происходит вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот мы и разобрали коробку. Видим три вала. На первичном валу шестерни установлены жестко, никаких муфт нет. На одном из вторичных валов шестерни задней, третьей и четвертой передачи. На втором вторичном валу шестерни первой, второй, пятой и шестой передачи. Также обратим внимание, что валы стоят на конических роликовых подшипниках с металлическими сепараторами. Никакого колхоза и дешманства. Сделано все на совесть. Вот это механизм переключения передач. Это, как вы знаете, Серега. Сейчас мы с Серегой сыграем в четыре руки и покажем, как переключаются передачи. Передачи переключаются вот так. Стоит отметить, что вторичные валы находятся в постоянном зацеплении с ведомой шестерней дифференциала. С этой стороны точно такая же ситуация. Обратим внимание, что передачи на данной коробке все синхронизированы, а шестерни косозубые. На старых коробках обычно задняя передача не синхронизирована и шестерня задней передачи с прямыми зубьями. Погнали вверх. Всё, ты свою вынимаешь. Теперь я свою вынимаю. По состоянию все шестерни целые, подшипники без люфтов и видимого износа, что подтверждается минимальным количеством продуктов износа на магните, буквально обкаточное. В принципе, так и должно быть, потому что коробка F40 надежная и неприхотливая. Разборка закончена. Серега, расскажи пару дельных советов нашим зрителям. Для продления службы данной трансмиссии надо менять масло каждые 50 тысяч и, в принципе, она вас будет радовать вечно. Opel сгниет, а коробка будет целая. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ-запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М».